Приветствую вас, отвечая на ваш вопрос по поводу того, что вам делать, для того чтобы наладить отношения с мужем, если все уже потеряно, я могу сказать так. Вам нужно меняться. Вам нужно меняться, в первую очередь, самой, потому что муж пока не хочет делать что-либо. Значит, вам нужно меняться самой. И меняться самой вам нужно, обратившись к себе же. Что-есть, меняться самой вам нужно, обратившись к себе самой же. То есть, обращаясь к самой себе, к своим собственным ценностям, к своим собственным взглядам, к своим собственным желаниям, к своим собственным стремлениям. Вот, к своим собственным целям, вы сможете в итоге измениться так, чтобы составить достойную пару своему мужу. И чтобы гарантировать, значит, прекращение ссор и не повторение в будущем тех аспектов, тех аспектов, которые были. В частности, измен. То есть, здесь мало, здесь мало просто вашего, знаете, какого-то рассказа, да, здесь мало признания ваших ошибок. Здесь важно понять, чего вы хотите. Понять, что двигало вами, что двигало вами. Каждый раз, к примеру, когда вы поступали так, как, ну, как поступали, да, вот. Вот это, пожалуй, очень важная история. Дальше. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы забьетесь, по важным словам, и если увидите, уедете в свою страну. О чем это говорит? С одной стороны, это говорит о том, что у вас нет своих собственных жизненных целей, и вы все ориентированы на семью, и что не есть хорошо. По этой, собственно, причине, вы изменили, и вы носили, и вы изменяли, и вы носили ссоры из избы, как вы говорите, и устраивали скандалы, и прочее прочее. Ну, это одна из причин. Это одна из причин. Чрезмерно арендация на семью, тем более в вашем возрасте, вам было 19, когда вы с мужчиной, по своим, начали отношения, да, 19 лет. Вот. И, соответственно, сами, вот, из себя, вы, как бы, ну, не чувствуете. Сами себя вы, по сути, это дело, не воспринимаете, как самостоятельную личность. То есть, первый момент, это арендация на семью, ее нужно снижать. Ее нужно снижать ваши потребности именно в семье, потому что сейчас, на данный момент, вам это только вредит, объективно. Второе, 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 это отсутствие собственных, собственных целей. У вас. Это отсутствие у вас, собственных целей, каких-либо, потому что, кроме семьи, у вас, по сути, вроде как, я понял, ничего и нет. То есть, у вас, кроме семьи, нет никаких задач, нет никаких целей, нет никаких стремлений. Ну, вот, это, ну, на мой взгляд, абсолютно не приемлемо, потому что, потому что, э-э, ну, должны быть, должны быть, должны быть свои цели, должны быть свои стремления, должны быть свои задачи. все это должно быть, вне всякого сомнения, вот, поэтому здесь тоже вот желательно в этом направлении поработать, да, чтобы у вас были свои собственные цели, чтобы у вас были свои собственные задачи и свои собственные желания, вот. Это такой аспект. Дальше, следующий момент, это потребность в любви, которая просматривается и проявляется в вашем, таком вот видимом, а вам развитие событий, вот. То есть, когда вы говорите, что я собьюсь, вы нуждаетесь, по сути, в любви, вот. У вас есть недостаток любви, а если у вас есть недостаток любви, то, скорее всего, вы себя такой, какая вы есть, не принимаете, не воспринимаете, вот. Что, конечно же, является проблемой, потому что принимать себя такой, какая вы есть, да, ну, необходимо. Значит, здесь нужно, соответственно, определить, что вы, к примеру, себе сейчас не принимаете. Вот, и, соответственно, из-за чего, по какой причине. То есть, это все очень важный момент. Дальше идем. Значит, вот вы пишите, мне 27 лет, мне 35, у нас дочь 5 лет. А вместе с мужем я с 19 лет и проросла телом и душой. Ну, то, что вы приросли, как вы, как вы говорите, телом и душой к своему мужу. На мой взгляд, показывает то, что вы в отношениях себя, ну, вы выступали в отношениях, как бы, поглощенных. То есть, вы растворялись в отношениях. Так вот, наверное, было бы правильно сказать. Вот, и через чур в отношениях были растворены. Что, конечно, конечно же, сыграло с вами очень, очень злую шутку, потому что ничего хорошего из этого не получилось. Тут, конечно, хотелось бы вопрос задать. А почему так рано вы вышли замуж? То есть, куда, собственно, такая песка была? Куда вы спешили? Почему вы спешили замуж? Вам чего-то не хватало или как? То есть, тут, на мой взгляд, точно, что тоже нужно ситуацию рассмотреть, вне всякого сомнения. Дальше, значит, что значит, приросла телом и душой? Это значит, что, по факту, это означает, что потеряли свою самостоятельность. Вот, по факту, понимаете, то есть, чересчур растворились в партнере. Что является, опять же, ну, неприемлемым. Дальше, мы уехали в другую страну, в период тяжелой деприи эмиграции, я его предал, а я изменил не один раз. Ну, то, что вы его, как вы говорите, предали, это понятно. Вопрос, на самом деле, клана у меня такой. А что стояло за изменой? То есть, ну, не просто же так вот вы взяли, да, и изменили. То есть, наверняка, были какие-то предпосылки для этого. Бывая какая-то, наверное, неудовлетворенность, ну, ваша, наверное. Может быть, было что-то еще, что вы, по-видимому, пытаетесь игнорировать сейчас. Ну, такое у меня чувство возникает. То есть, какова причина, короче говоря, того, что вы изменили. В течение лет нашей жизни все было далеко не гладко, мы много ссорились, можно сказать, каждые три дня, но это наши отношения. Если честно, мне не очень понятен, вот, смысл того, что вы написали, да, то есть, ссорились каждые три дня, но это наши отношения. Что вы подразумеваете под этим? То есть, вот, ну, честно, я не очень понял. То есть, да, это ваши отношения, да, да, это ваши отношения, все правильно. Но, причем здесь ссоры? Или вы считаете, что отношения без ссор не могут быть? Вот. Это уже другой вопрос. Как, а, другой вопрос, как, как, другой вопрос, а, в том, из-за чего, из-за чего вы ссорились. Вообще, из-за чего вы ссорились. Вот. То есть, каковы были, каковы причины, а, причины, собственно, ссор ваших. Вообще. Вот. Это нужно выяснять. Это нужно выяснять, потому что ссоры на пациенте не бывают. То есть, может быть, может быть, в ссорах и нет ничего плохого, но только при условии, если вы из них что-то для себя, ну, решает. Что-то для себя выявляет, да, вместе с вашим супругом. Вот. А так по-другому это не будет, не будет работать просто правильным образом для вас. Ссоры показатели отношений не... проблем в отношениях. Я часто выносил ссоры из збы, жаловал с окружающим, совсем не заметив, как зина не изменилась, взрослела, помыстрела, а где, возможно, даже полюбил меня. Так, ну, здесь я вижу у вас, во-первых, значит, причины, по которой вы выносили ссоры из збы, то есть, что это потребность во внимании ваша такая, или что? То есть, как у вас это было, что вы выносите ссоры из збы? Это первое. Второе, вы говорите, что не заметили, как он изменился, потому что были сконцентрированы на себе. Да? Давайте вот честно признаемся, что вы не заметили его перемен именно по той простой причине, что вы были сконцентрированы чересчур именно на себе. А почему мы были чересчур сконцентрированы на себе как раз? А вот именно из-за того, именно из-за того как раз, что чересчур растворялись вы в семье своей, в мужчине, вот. Именно поэтому вы выносили ссоры из збы, потому что вы пытались получить внимание, во-первых, от других людей, во-вторых, не самостоятельно. Это все, да, это все варианты, это все причины, это все моменты, это все ваши позиции, это все то, что на вас влияет. То, что вы, к примеру, не додаете себе, вот то, что вы, или то, что вы не даете даже, а то, что вы не додали себе, вот. Это проявляется и выражается в таких моментах, в том, что вы делали, вот. То есть у этого были свои основания, у этого были свои причины. Вот, когда вы говорите, что я думал, что ты ему просто за мной удобно и он меня не любил, это заниженная самооценка. К сожалению, да, но это именно заниженная самооценка. То есть у вас, вы считаете, в глубине души, а может быть и не в глубине, вы считаете, что недостойны любви, вот. Вы считаете, что, ну, вас нельзя любить, вы считаете, вы считаете, что мужчина с вами, ну, как, был не из-за любви, а мужчина с вами, он, был, там, из-за вот ему удобно, что по сути использовал вас, да, получается, как бы. Дальше, так, я его всегда любил и люблю сейчас, а что есть любовь в вашем понимании, вот. Знаете, как бы, прислушиваясь к вам, да, вот, ну, слушая вашу историю, слушая вашу позицию такую, ну, как-то, как-то, ну, волей-неволей задаёшься вот этим вот вопросом. Что вы понимаете, собственно говоря, под любовью? Вот. Что это за любовь такая, в которой вы изменяете? Что это за любовь такая, где вы считаете, что человеку с вами удобно? Что это за любовь такая, где вы чересчур растворяетесь в отношениях? То есть, на мой взгляд, это, ну, несколько странная позиция, на мой взгляд. Вот. Хотя я, конечно, здесь, эм, всё-таки здесь стоит, эм, ну, порассуждать, поисследовать. Значит, что же всё-таки вы считаете любовью? Или, может быть, вы считаете любовью то, что приносли к человеку, душой и телом, как вы говорите. Или, может быть, вы считаете любовью, что если, если не он, да, если его в вашей жизни не будет, то вы будете, там, пить внутрь, сопьёте. То есть, это вот, эм, как бы, факты, которые, ммм, говорят не в пользу любви на самом, на самом деле. Вот. К сожалению. К сожалению, к сожалению. Дальше. Не могу представить жизнь без этого мужчины. Я вам верю, верю, что вы не можете представить жизнь без своего мужчины. Но хочу также, чтобы вы, эм, поняли, наверное, то, что, эм, тот факт, что вы не можете этого сделать, Вы не можете представить свою жизнь без этого мужчины. Говорит о том, что вы не только его любите, то есть о том, что не только любовь присутствует здесь, но и присутствует что-то еще. О том, что имеет место быть какие-то еще моменты, о которых вы, вероятно, не подозреваете в своей позиции. Так что здесь я бы поисследовал бы опять же. Дальше. Я на самом деле готов поставить на кон свое здоровье, ментальное счастье, физическое благо ради того, чтобы мы могли попытаться все исправить. Вот такая прям жертва, что вы прям проявляете здесь, к сожалению, признаки созависимого партнера, к сожалению. Вот. То есть вы готовы пожертвовать всем, а такие жертвы, они не нужны на самом деле. Вот. То есть получается, что мужчина вам настолько важен, что вы вот готовы лечиться всего. Это, к сожалению, еще раз повторяю, это признак созависимости. Вот. То есть чрезмерной нуждаемости в человеке. Ну, у вас это взаимосвязано с тем, что вы вот сопьете, с тем, что очень рано вышли замуж, да, и тем, что вот приросли дышой и телом, как вы говорите. Ну, к мужчине. Что, значит, повторюсь, является неприемлемым. Вот. Ну, просто чтобы вы отдавали себе в этом отсчет. Дальше. Ну, оба дельцы уперты, он чистолюб, он не хочет. Ну, то, что вы считаете, это вообще не про психологию, он чистолюб. Сейчас вы имеете в виду, что он не простит вам измены, вы это, наверное, имеете в виду. Ну, что же, это выбор человека, это выбор человека, если он действительно не простит, если он не хочет. То есть, для того, чтобы что-то менять, нужно желание обоих людей. Ну, и поработать можно с вами, с вами. Ну, еще раз повторю, поработать с вами на, как бы, на предмет, на предмет появления у себя вас. То есть, сейчас, на данный момент, вас у себя нет. Давай, понимаете, какая штука, какая штука. Дальше. Так. Говорит, что простил, но не хочет дальше продолжать. Ну, тут противоречия. Я вижу только негативные сценарии развития моей дальнейшей жизни. По какой причине, скорее всего, Сорбинск? По какой причине? Уехал к брату к себе в страну без дочери. Зачем уезжать к себе в страну назад без дочери? Так. Я не позволю так своему эгоизму в этот раз развившись чуть-чуть нашить. Ну, здесь, опять же, опять же, как бы, в целом, правильная мысль. В целом, мысль правильная, но реализация ее очень сильно хромает, потому что... Я бы сказал, что дочь ваша, она нуждается, как бы, маме. И вам нужно сделать все, вам нужно сделать абсолютно все для того, чтобы дочь была вместе мамой. Поэтому жить никуда не надо, спиваться тем более никуда не надо. Точнее, спиваться тем более не надо, потому что дочь Валджи, она все равно вознуждает. Вот. Лучше приложить усилия для того, чтобы зацепиться там, где вы сейчас находитесь. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Так. Я просто хочу семью назад. Хочу сделать все, чтобы не жалеть, что не доказал, не рассказал что-то и не попытал. Ну, я верю, что вы уже все сказали, что хотели, там не выразили, да? Вот. А говорили, я думаю, вы много. Так, а с того, что вы хотите стоить семью назад, ну, это, опять же, это ваше желание. Такое впечатление, что через, через вот свое такое желание вы пытаетесь реализовать, ну, свои какие-то потребности, вот. Что очень важно. Очень важно, потому что семья – это одно, а ваши потребности – это совсем другое. Так что здесь вот нужно быть очень осторожным в своих решениях каких-то, в своих действиях каких-то. вот. То есть, мне кажется, ну, мне кажется, что так, вот, мне кажется, что такая история. И далее вы задаете вопрос о том, что вам делать, да? Я, в принципе, вам сказал, что делать. Вот. Я не вижу, в общем, смысла повторять сейчас, значит, ну, сейчас же то же самое, да? То, что я уже сказал. Вот. Ну, надеюсь, что вы для себя эти моменты примете. Я отдаю, в принципе, себе отсчет в том, что, возможно, что я сказал вам неприятно, вот. Ну, потому что это может расходиться с тем, что, ну, с тем, что вы думаете сейчас, с тем, что вы хотите сейчас, с тем, что вы считаете сейчас. Вот. Но именно вот ваша позиция, ваша позиция, и в том числе, конечно же, позиция и вашего мужа, но и ваша в том числе, привели к тому, что вот сейчас вы находитесь на грани, так сказать, расставания. Вот. Так что, совершенно очевидно, да, что ваша позиция, она хорошего, именно хорошего. Вам, ну, ничего не несет, не дает. Вот. К сожалению. Так что, готовы ли вы ее менять? Готовы ли вы меняться сами? Это вопрос. Вопрос к вам. Но именно это является тем, что вы можете сделать для того, чтобы ситуация изменилась. При том, что понятно, что никто вам не может гарантировать того, что муж вернет. А вот то, что вы будете лучше чувствовать себя сами, то, что вам будет хорошо, то, что вам, то, что вы будете лучше чувствовать именно себя. Вот это да. Это совершенно, ну, совершенно точно. Это будет так. Вот. Поэтому я полагаю, что именно такой, может быть, мой вам ответ. Именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Ситуация на самом деле, она, конечно, далеко не простая. Вот. Так что видно. И вам предстоит определенная работа над собой. Ну, вот. Но если вы действительно хотите что-то изменить, да, то вот, в принципе, вам необходимо эту работу принести. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok